Девушки отдыхают Самое главное, за последние, ну минимум 30 лет, произошло накануне Авдеевское направление. Мощнейший укреп, главный плац дарм нацистов, взят, взят победоносно, красиво. Врага разнесли в пух и прах. Ну что ж, друзья, мы все очень долго ждали этот момент. И, наконец, с гордостью можем сказать, Авдеевка наша. Собравшись силами и отсмотрев несколько часов подобного трэша, можно легко прийти к выводу, что страна на букву «Р» за два года так называемой спецоперации оказалась настолько униженной и заплеванной, что им для самоутверждения кровь из носу нужна была хоть какая-то победа. Они же людям обещали, что стоит им только приподнять бровь, как украинцы мигом побегут капитуляцию подписывать. Мы сейчас один раз бровь поднимем, и Украина помет все. Прошло два года, и мастер поднимания бровей делает вид, что все нормально и все по плану. Ну же, Рудольфович, вы там уже бровь подняли или нет? Потому как у народа складывается ощущение, что российские хотелки сдулись дальше некуда. А Киев за три дня. И Киев будет взят так быстро, что времени вывозить семьи дипломатов может не быть. Два дня. А потом падение города. Превратился в реальное торжество по случаю взятия пригорода Донецка. Ну что ж, Авдеевка наша. Вчера министр обороны России Сергей Шойгом доложил Владимиру Путину о полном взятии под контроль российских войск Авдеевки. Итак, Авдеевка наша. На административных зданиях химзавода вытружены российские флаги. То есть вторая Азовсталь у ВСУ не вышла. Боевики бросили укрепления, которые возводили 10 лет. При этом ни на одном федеральном канале даже не намекают россиянам, какой дорогой ценой далась их армии Авдеевка. Тот же Соловьев ездит людям по ушам, что операция была чуть ли не молниеносной. Провести такую операцию, такими силами средств против хорошо подготовленного врага, который засел в мощных, хорошо подготовленных для этого сооружениях, это совсем непростая задача. И, конечно, ни запад, ни украинцы не ждали, что они обрушатся с такой скоростью. А третья штурмовая бригада ВСУ спасалась бегством при виде мамкиных витязей. Бросают Азовцев на спасение. Авдеевки бросают. Их за два дня как корову языком слезало. Их нет. Они просто растворились. Они либо уничтожены, либо бежали, либо попали в плен. Ну а теперь, друзья, разберем эти бредни на запчасти. Начнем с третьей штурмовой. Уже многие сказали, объяснили и показали, что бригада заходила с одной целью – удерживать армию РФ с востока, чтобы обеспечить коридор для выхода основных сил. В этот раз в Авдеевке уже учли старые ошибки. Третья отдельная штурмовая бригада зашла в Авдеевку, взяла под контроль рубежи и удерживала их, пока другие подразделения не вышли. Сделав такую сложную тактическую операцию, как отход, более контролируемой. После того, как эта задача была выполнена, третья штурмовая вышла. Или, может, кто-то думал, что одна бригада сможет против десяти воевать. Не, понятно, что россиянам хочется победить Азов. Особенно после того, как летом они разгромили и унизили российские силы на бахмутском направлении. Ввести в Авдеевку азовцев – это прям для нас подарок. Потому что абсолютно все соединения, все подразделения, которые находились в районе этих боевых действий, считали своим долгом убить как можно больше этих преступников. Они просто растворились. Они либо уничтожены, либо бежали, либо попали в плен. Но нельзя же в поисках ротовых побед быть настолько оторванными от реальности. Это же касается и уже упомянутой молниеносной операции. Ни запад, ни украинцы не ждали, что они обрушатся с такой скоростью. Так вот, друзья, штурм Авдеевки был настолько молниеносным, что начался почти десять лет назад. Тогда Авдеевку штурмовали гибридно. С началом большой войны город неоднократно пробовали брать регулярные российские войска. Пропагандисты еще в 2022 году 150 раз рассказывали об Авдеевском котле. Захлопывается и котел в Авдеевке, откуда вы своего обстреливали. Да и обстреливают до сих пор жилые дома Донецка. Мы под Авдеевкой находимся, но для нее уже буквально рукой подать. Наши подразделения за последние пару дней минимум километров на шесть еще продвинулись по направлению к тому, чтобы Авдеевский котел как раз захлопывать. Очень молниеносная операция, не правда ли? Да и с потерями хотя бы постеснялись на костях своих землячков танцевать. Еще долго будут анализировать эту операцию, но ведь на самом деле это переломный момент в оценке возможности наших войск. И речь идет не только о том, что мы взяли Авдеевку, самый укрепленный, это само собой, но и в том плане, что брали не мясными штурмами. Если что, то при штурме Авдеевки погиб даже тесть Гиркина. И тогда очень много и доступно писалось о количестве уничтоженного мяса. Об Авдеевку обломали зубы и уважили там огромное количество донецких ополченцев, самых боеспособных в нашей армии. Не ополченцев, а кадровых донецких бойцов, в том числе моего тести. И так и вообще не сумели там продвинуться. То есть даже до 10 октября 2024 года российские потери на Авдеевском направлении измерялись в десятках тысяч. А потом Шойгу и Герасимов отправили штурмовать маленький городок даже не какие-то бригады, а весь центральный военный округ. Плюс Z-шторм, плюс бригады из ДНР. Силы, как для крошечной Авдеевки, были брошены такие, что российские эксперты уверяли, украинская армия не продержится и месяца. Авдеевку мы возьмем и возьмем ее быстрее, чем Бахмут. Ну, может быть, даже в месяц уложимся. А может и меньше. В итоге же поидлились больше четырех месяцев. Что делают в такой ситуации пропагандисты? Верно переворачивают правду с ног на голову. Оказывается, это не российские эксперты подливы дали. А Запад якобы настолько быстрой развязки не ожидал. Ни Запад, ни украинцы не ждали, что они обрушатся с такой скоростью. То есть тупо льют холопам божью росу в глаза и не стесняются. Причем это не только сроков касается. Например, все тот же Соловьев и компания всей толпой набросились на действующего военнослужащего российской армии, который честно написал, что начиная с 10 октября потери на Авдеевском направлении составили минимум 16 тысяч человек. С октября от Невельского до Новоселовки 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны и около 300 единиц выбитой бронетехники. Более того, отдельные подразделения были уничтожены просто в ноль. И что этим должна заниматься военная прокуратура? Если бы по итогам всего этого, как и по итогам Марьинки, открыли большое уголовное дело, было бы не так плохо. Самое ху**ое в этой истории, самый ху**ый признак будущих новых п*****ов, то, что бойцу источенного в ноль полка 1487, когда он несет заявление в питерскую военную прокуратуру, отказывают в приеме, установленном порядком этого заявления, популярно объясняя, что те, кого он хочет наказать, уже назначены героями. Казалось бы, кто лучше владеет ситуацией, чмоня с фронта? Или Соловьев и Витязева из студии в Москве? Ответ как бы очевиден. Но вы посмотрите, сколько помоев вылилось на головы солдатика, который посмел испортить пропагандистам победоносную малину. 16 тысяч безвозвратных потерь с нашей стороны и около 300 тысяч единиц выбитой бронетехники. Он понимает, что во времена горячо любимого товарища Сталина и конкретно начальника СМЕРШа генерал-полковника Абакумова его прислонили бы к стенке без второго слова за один вот такой пост. А не попадает ли это под статью о дискредитации вооруженных сил Российской Федерации? А не попадает ли это под статью клевета? А не попадает ли это под статью, я не знаю, подстрекательства? Это за такое надо только с ноги бить. Там как раз такая ряха, что не промахнешься. С другой стороны, гнев фейкометов можно понять. Они ж плевать хотели какой ценой. Им важно, что теперь можно пару недель щеки грозно надувать. Уже якобы Шольц после захвата Авдеевки перепугался. А вот истерика на Западе, конечно, уникальная. С одной стороны, интервью Путина, которое было за неделю, потом пояснение с Павлом Зарубиным, еще Авдеевка, их просто начинает ломать. Шольц обещает, что мир не будет продиктован по указке Москвы. Да кто вас вообще спрашивать будет? То есть масштабы эйфории такие, будто бы захвачен Берлин, Киев, ну или как минимум какой-то областной центр, а не городок в 30 тысяч населения. Во-первых, нужно поаплодировать российскому генеральному штабу. Это победа над военно-начальниками стран Североатлантического альянса. Во всех смыслах наша группировка проделала колоссальную, прекрасную работу. Я думаю, что будет много награждений, очень заслуженных. Таких профессионалов в мире не найдешь. Видали, Шизиков? Ну, безобидно. Это штоп-клиенты больницы имени Кащенко. Мы даже не знали, смеяться или плакать, когда Соловьев собрался зачитывать захват пригорода Донецка голосом Левитана. Ну, я почувствовал, что читаю с антонацией Левитана. Это наша армия освободила город Авдеевку. Он бы додик после побега из Херсона голосом Левитана что-то зачитал. Кстати, насчет Херсона есть очень показательные параллели. И заключаются они в том, что уничтожив Авдеевку в пыль, пропагандисты не стесняются называть это освобождение. Российская армия освободила Авдеевку. Кого и от чего при этом освободили, совершенно не ясно. Ведь десятки, если не сотни пропагандистов, которые бегают по городу все эти дни, сумели отыскать среди руин города аж одного благодарного деда. Вот он, кстати. Алексей встречает освободителей, призывает гнать ВСУшников, которых он называет немцами, до Берлина. Гоните и до самого Берлина. А вы навсегда. И мы дома. Чувствую радость, свободу. Мы дома. Спасибо всем. Спасибо России. Никаких тебе толп людей, никаких флагов России, вообще ничего подобного нет. А нашелся один единственный дед. Да и тот, судя по всему, обычный приспособленец. Чувачок все последние месяцы активно крутился возле солдат украинской армии. Постоянно предлагал помощь. А если приезжал, а гуманитарка всегда был в первых рядах. Спрашивали про Магнитского Алексея. Вот, получал гумпомощь 8 января. То есть город якобы освободили, но отчет армии у позорников никто не благодарит. А теперь, друзья, просто вспомните, что было ровно в такой же ситуации после деоккупации Херсона. Как говорится, почувствуйте разницу. Сыночки, спасибо. Малышки, нормально. Слава Украине! Слава Украине! И щиро дякую, и героям слава. Дякую, дякую, и солнце, Украина! Слава Украине! Слава Украине! Но в Останкинских студиях подобные параллели, конечно же, не проводят. У них же основной темник спасители-освободители. Причем не только Авдеевки. Пропагандисты до сих пор не стесняются рассказывать, что теперь по Донецку не будет никаких прилетов. Мол, такая победа, что мама не горюй. Вы не представляете, с каким хорошим настроением я сегодня сюда ехал. Потому что мало того, что наши войска освободили город, мало того, что это город, который противник использовал в качестве плацдарма для нанесения ударов по Донецку, по нашему самому крупному российскому фронтовому городу. Именно из Авдеевки регулярно обстреливали Донецка и его окрестности, поэтому освобождение Авдеевки было жизненно важно и необходимо. И мы им еще полгода назад рекомендовали раззуть глаза и посмотреть на карту. Ну нельзя же людей за настолько безмозглый скот считать. И тут даже не надо ракет. Ведь из любой западной САУ ВСУ легко достают по целям даже в самых отдаленных районах Донецка и Макеевки. И, собственно, очередная сгоревшая нефтебаза уже после захвата Авдеевки. Тому яркое подтверждение. Взрывы сегодня также прозвучали в оккупированной Макеевке. Это фактически пригород Донецка. Обстрелу подверглась местная нефтебаза. Другими словами, врали бы, но не завирались. И это не только ударов по Донецку касается. Возьмем, например, угарные байки Пушилина о запуске поездов с ЖД-вокзала Донецка. В ДНР со взятием Авдеевки появились новые возможности построения логистики ЖД-перевозок. В плане того, что теперь ЖД-вокзал Донецка можно будет задействовать дополнительно. Понятно, что еще риски сохраняются, но это совершенно другая ситуация, нежели была сейчас, когда Авдеевка была под контролем вооруженных формирований Украины. Если что, то запустить поезда Пушилин обещает тупо каждый год. Вот вам подборка трепа этой балаболки. В обозримом будущем мы уже увидим. И я думаю, тоже достойно отметим для нас это важное событие. Вот отправкой поездов как в Санкт-Петербург, в Россию, так и в Крым. Руководство республик заявляет о планах запуска прямого ЖД-сообщения между ДНР и Крымом. В Крым, и в Москву, и в Санкт-Петербург концепция полностью проработана. Но вместо поездов в Крым или Питер максимум, что получилось на деле, это запустить гиперзвуковую электричку в Еленовку. И сейчас мы видим прибытие межгалактического поезда Еленовка-Донецк. Да и та накрылась медным тазом с началом так называемой СВО. С учетом интенсивности боев в районе Авдеевки, там на разминирование много лет уйдет. А еще нужно новое ЖД-полотно положить и восстановить инфраструктуру. Ну это в теории. А на практике ровно такие же пафосные обещания от Пушелина мы уже видели, только не после Авдеевки, а после Лимана. Там ведь тоже узловая станция была. Но пришла украинская армия и после недолгой оккупации вернула Лиман домой. И у нас нет сомнений, что рано или поздно с Авдеевкой сценарий повторится, ну как минимум потому что добро всегда побеждает зло. Как бы это зло и не было, уверена в собственной неуязвимости. Все будет Украина, друзья.